Продолжение следует... Для поддержания устойчивости развития российского агропромышленного комплекса разработали и приняли в срочном порядке уже 10 актов правительства. Продолжение следует... Из Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Турции, Индии, Китая и других государств. Речь идет о поставках овощей и фруктов, молочной и мясной продукции, кормов и кормовых добавок, племенного материала. Ежегодно в Россию ввозится порядка 12 миллионов тонн подкарантинной продукции, из которых 7300 тонн – это плодоовощная. В прошлом году иностранные производители нарастили поставкой свежих овощей почти на 4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Больше стали ввозить условного борщевого набора – картофель, свеклу, капусту, лук. От импорта овощей не уйдем, объясняют эксперты. Это обусловлено климатическими особенностями нашей страны. В этом сезоне мы разрешили дополнительно к тому, что поставлялось ранее, поставки картофеля из Бангладеш, дополнительные поставки картофеля из Египта, которые были раньше запрещены. Мы возобновили поставки томатов и перцев из ряда стран, в том числе из государств-членов Евразийского экономического союза, которые были в прошлом году, ряд предприятий были закрыты в связи с выявлением новых опасных вирусов коричневой мальчинистости томатов. По итогам проведенной работы с этими странами мы сочли возможным возобновить этот ввоз. Страны, из которых возобновлен ввоз овощей и фруктов, являются партнерами Россельхознадзора в течение длительного времени. Так, с 5 марта 2022 года Россельхознадзор возобновил ввоз подкарантинной продукции в Россию из пяти стран. Груш из Боснии и Герцеговины, косточковых плодов и орехов из Китая, косточковых и семечковых плодов из Молдовы и Сербии, картофеля из Бангладеш, яблок из Азербайджана. Иран вышел с предложением увеличить поставки овощей и картофеля. Контроль за ввозимой плодоовощной продукцией Россельхознадзор, как и прежде, осуществляет в полном объеме. Но теперь фитосанитарные обследования, отбор проб в основном проходят на складах временного хранения, без задержки в пунктах пропуска, а территориальные управления и фитосанитарные лаборатории переведены на круглосуточный режим работы. Кроме того, мы работаем над рискориентированным подходом при ввозе подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации. Всероссийский центр карантинных растений разработал алгоритмы для рискориентированного подхода по всем основным странам, поставщикам плодовощной продукции в Российскую Федерацию. Эти алгоритмы сейчас внедряются в нашу информационную систему Аргусфита. На их основании вырабатывается рискориентированный подход. Поэтому идет ускорение досмотра продукции при ввозе, ориентируясь на этот рискориентированный подход. Совершенствуются методы лабораторной экспертизы. Мы работаем над экспресс-методами диагностики для того, чтобы продолжительность экспертизы была короче. Если раньше она была 2-3 дня, то по ряду видов уже карантинных объектов можно сократить до суток эту экспертизу. И мы надеемся, что еще дальше будет сокращаться. Рискориентированный подход, другими словами, предполагает введение оценки риска для контрольного ведомства. В каком случае применять выборочную проверку, а в каком проводить тотальный контроль. Например, специалисты в НИИКРО анализируют, какого вредителя, в какой продукции и с какой страны необходимо искать. Это ускоряет весь процесс исследований ввозимой продукции и открытия новых рынков. Для этого ученые исследуют не только биологию и пути заноса вредителей, но и сами регионы, откуда они происходят. Специалисты в НИИКРО ежегодно выезжают в исследовательские экспедиции по всему миру. От Японии, Кореи до Перу, Мексики и Кении. Вот сейчас находимся в окраске города Торион. Здесь уже есть какое-никакое сельское хозяйство на поливных землях. Вот вы видите плантации люцерна на корм на поливе. И здесь нам начал попадаться еще один наш карантинный объект. Это подсолнечник ресничатый, Ахилянтус цилиарис. Вот вы видите его здесь, он растет уже в плодах. И вот один экземпляр, который, в принципе, заканчивает цветение. Этот сорняк вредоносен тем, что может образовывать плотные заросли, вообще являясь аналогом такого нашего сорняка, как горчак. Пусть, соответственно, так же может и засорять поля, забивая все культурные растения на нем. По информации местных жителей, этот слоник поражает картофель и является большой проблемой на этом участке. Если мы проверяли нижние участки, там уже не было слоника, то поднявшись выше, мы обнаружили, что здесь его очень много. Причем эта территория обрабатывалась специально репеллентом для того, чтобы уничтожить этого насекомого. Но слоники под землей, они сохраняются и, как видите, их довольно-таки много. В научных экспедициях учеными в НИИКРО собирается и анализируется большой объем энтомологического, гербологического, микологического и другого материала. А это насекомые вредители, растения, пораженные вирусами, грибными и бактериальными заболеваниями, сорные растения. Проводится фото- и видеосъемка вредителей растений. Все это потом тщательно изучается в условиях научных лабораторий института. Чтобы продукция была безопасной для людей и страны в целом, была возможность открывать новые рынки, государственные структуры оперативно координируют свои действия. И надо отметить, что к непростым условиям жизни страны под санкциями Россельхознадзор подошел к подготовленным, комплексно усовершенствовав свою деятельность. Так что дефицит продуктов и овощей России не грозит. Продолжение следует...